1 ноября 2024 год не знаю ветер позволит снимать звук там что со звуком будет сейчас я коротенько сегодня скажу немножко необычное видео наверное для своих побратимов блин больше чем для гражданского населения потому что не в первый раз я сталкиваюсь с тем что касательно таких как я там людям которым уже 6 10 которых не штурмовики там что ты сидишь по тебе артиллерия работают а ты как бы вопрос задают а чем я помогаю чем моя смерть помогает чем моя жизнь помогает чем этом потеря здоровья здесь помогает я вот как бы для себя знаете как определяю это когда позавчера по моему у меня в харькове прилетела тоже кстати рядом со мной там я так понимаю возле а т.б. как раз когда убила пацана одиннадцатилетним двенадцатилетнего в октябре ему 12 исполнилось да то есть а я северный стал только там дружбы народов сейчас в соборности украины это рядышком вообще пару кварталов я когда сижу когда прилетает там кап когда прилетает снаряд когда прилетает мдф пивишка там мина я знаете о чем думаю о том что это все могло полететь не в меня попытаться не меня убить а прилететь в такую жилую многоэтажку харькова киева другого любого города украины то есть мы на себя мы вот такие которые сидят в блиндажах и да ну как бы я наверно даже в умом мы во многом во многом конечно не выполняем тот функции которую должен солдат там выполнять там в 20 лет данным и чисто физически не по физическим ценам какие-то параметрам уже не в состоянии но просто даже вытягивая на себя как пылесос вы представляете вот я воевал там 14 15 22 23 24 сколько она прилетала сколько пыталась от весьма моё дело только постараться выжить конечно не у всех получается там да и ранение контузии и гибнут пацаны вопросов нет но как бы я лично себя успокаивает тем что то что прилетела сейчас по мне она не прилетела по запорожью дальше не полетела да а там возле работе на рядом со мной приземлилась понимаете но я не нахожу то есть 11-летний пацан умер из этих российских не буду говорить в эфир выдавать то что я не думаю потому как это не цензурные думайте о том пацаны что когда мы там сидим прячемся от этих снарядов от мин от кабал как это возможно когда это возможно от их пивишек вы спасаете просто тем что на вас среда тоже ресурсы с тоже у врагами на вы врага не бесконечно они тратят это на нас и не тратят это на 11-летних пацанов харьков как в начале года в харькове сгорела семья мать с тремя детьми сгорела после обстрела российского у нас харькове когда они заперлись в ванной там все вместе сгорели вы представляете себе вот эту мать которая сидит и рядом с ней сгорают вместе с ней и трое детей и она уже наверно видела погибшего мужа своего на тот момент думайте о том что тем что мы там в этих блиндажах в окопах пока сидим да конечно мы там это противника видим раз тысячи лет в основном сами знаете арта работает и наши и по нам вы мы вытягиваем на себя то что не прилетит по харькову то что не прилетит по запорожью по киеву по мирным людям понятно ну не знаю поможет кому-то не поможет я себя успокаивают при ободряю все буду украина на паре мать из